Пару очков сняли, и обратно тоже закрыло. Я так понимаю, это они бустерят очень жестко. Ну, да, да. Все там три миневого слоя, ну и все, там мяч как беззвучно летит. Наша работа по запросу Максима Гребнева продолжается. Хорошо. Да, все рождается в борьбе. Цитаты великие. Ау! Ау! Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Я не верю. Слушай, ну не за 7 минут. Все надежда на обратку. Вот она, вот она! Браво, 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 браво! Там много низа, надо запитывать обратно. Браво, браво, браво! Браво, браво, браво! Браво, браво, браво! Браво, браво, браво! Браво, браво! Браво! Браво, 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 браво! 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 Браво! С нами Дандок Аюров. Пару комментариев о прошедшем массе. Ну, вел 2-0. Не удалось дожать. А вот сама игра как схолодовалась? Просто потому, что тоже кид. Слева он не сильно катает. Точнее, просто катает. Не усиливает. Скидывает хорошо, плохо временально. А так... Ничего такого особенного. Ты все 5 сетов обратно подавал подачу только? Нет. С момента он плохо принимал в конце. Маятник подавал. Потом начал скидывать его. Коротко оставлять. Ты говоришь, что он подачу сначала подавал, закрывал как-то, накидывал на себя или что? Да, он рукой закрывал. Рукой закрывал, закрывал. Пару очков сняли. И обратно тоже закрывал. И все. Пару очков сняли, и он начал нормально подавать. А в концовке не подзакрыл? Они обычно под конец обратно начинают подзакрывать. Или так же нормально подавал? Я, кстати, так много ошибся. Я не видел под подачу. Мне кажется, надо было длинно резать ему просто. Ты ему пару раз впилил? Нет. Ну, сверху подавать. Я в последний момент просто накат делал. Ты слабо скидывал, да, он заходит. Ладно. Я забыл про таймаут. Я думал, я брал уже. Ладно. Хорошая была битва. Обратка работала. Но он после таймаута своего начал скидывать все. Стоило более вылетающий подавать. Он несколько раз вылетающий за стол начал. Я видел. Он справа ни разу не сыграл. Он ни разу не попал. Да. Вот она. Вот она. Вот она. Ее. Закоротил. При 10 дней тебя подскакануло. Она вон скинул как бы на вылет. Надо было более такую вылетающую подавать. Я думал, что сейчас ему просто подставлю. Он откинет и я перехвачу. А что такое? Просто сильнее? Сильнее сделал? Глубже точно сделал. В чем обычно. Ладно. Ставим. До нога Юров. Главный борец с Китаем пока что. Лев Вольден пару слов по вчерашнему матчу с Китаем. Ваши впечатления? Шансы были большие. Давай займем. Давай. Шансы были большие. Шансы были, да. В первом сете вел 8-4. Там чуть не дожал. С моей стороны было таких пару невынужденных ошибок. В итоге при 9-9 на своих подачах проиграл сет. Второй сет вел 10-8. Были подачи китайца. Не очень хорошо также сыграл. Одну не принял. Было два раза больше. Проиграл сет на 12 вроде. И третий сет. Проиграл 11-8. Все близко. Чуть-чуть не хватило каждый сет. Ничего сверхъестественного. То есть он не делал. Ну, с моей стороны, мне кажется, было больше. Намусорил? Намусорил, да. Местами не выполнил план свой. Какой был план? Ну... Не знаю. Вот я вышел. И вот он делает. От него мяч не летит. А я шаг назад. И мяч для меня просто не долетает. А досмотрел вообще инвентарь у них? Инвентарь? Ну, я так понимаю... Хюрикэнь. Ну, я смотрел там... У одного я только. Я не знаю. Не помню, у кого это я смотрел. Там был с двух сторон. Как бы националка. С одной... Типа синяя губка. С другой оранжевая. Вот. И Фэн Джин Донг основание. Ну, то есть я думаю, может быть так у всех. Но я потом посмотрю, наверное. Я играл с Яо Мэнгом. У него... Черная китайская накладка. А у меня красная Dignix вроде 05. А, ага. Значит, другая была. Ну, я так понимаю, это они бустерят очень жестко. Ну, да, да. Все там три меню слоя. Ну, и все. Там мяч как беззвучно летит. Угу. Вот так, да вполне играбельно. Угу. Все нормально. Подачи как-то сильно закрывают или... Вот подачи неудобные. К ним надо привыкать. Ну, и они чисто подают? Ну, так, типа на грани чистоты или прям закрывают? Ну, я за этим особо не слежу. То есть я вращение вижу. А, ну, ну... Просто мяч бывает остановится. Бывает как-то резко наскочит на тебя. Угу. То есть именно надо привыкать вот в моменте. Угу. Угу. Видишь и уже вот ориентируется. То есть заранее как-то предугадывать это тяжело будет. Хорошо. С нами был Лев Волин. Будем привыкать к подачам. Да. Работайте, тренируйтесь с ребятами. Наша работа по запросу Максима Гребнева продолжается. Ээээ... Выкладывай... Арина Слаутину. Ага. Побольше. С нами... Главный борец по женской линии со сборной Китая, Арина Слаутина. Стоп! А-а-а-а! Ваши комментарии сегодня по вашей победе и затем поражения. Если честно, мы все думали, что они будут намного сильнее. Это рабочая девочка, можно играть, не вышли просто. С которой я играла, первичка, вот такая формальная, прикольная, интересная. Выиграла, ура, порадовались. А вторая, которая левша, которая дальше проиграла, я проиграла. Она мне сдавала за ход, там я бы только так бегала. Я думаю, что Монтогорск выиграет их. Я за них болею. Третий номер тоже средненький? Третий номер тоже так себе? Третий номер... Там защитница? Нет, там и защитница есть, и просто... По-моему, первичка правша. Ну, не знаю, Динара сама испугалась, не боялась. Так-то можно было бы с ней побороться и прям даже, наверное, выиграть. Просто испугалась, может, ответственности, что один-один, и все такое. Ну, мы рады, что не тренали. Ура! Мы всегда радуемся, когда боремся. Ну, что-то у них есть схожая ситуация. То есть, что у этих... У мальчиков левша очень сильные, а остальные средники. Да, да, да. И у девочек этим и так же. Да. Все рождаются в борьбе. Что-то великое. Ау! Неваливаются дворов. Даша, давай, скажи, давай, что есть. Пару слов о вашем запиле. Запилку. А прием подачи? Прием подачи на топ. Работаю. Пашни есть? Ну, подожди, видишь, я разговариваю. Ну, что вы хотите сказать там еще? Какое? Привет всем моим подписчикам. Подписчикам Артема Тихонова. И скажи, кто я? Добавь. Литтос Королева. Ага. Это не скинешь. Я буду скинешь. Я буду скинешь. Ага. Это не скинешь. Это уже можно выкладывать, да? Это уже можно выкладывать. Это можно не согласовывать. Хорошо. Все. Все. Команда Казани и Алексей Попов на заднем плане. Будем биться сегодня.